Всем привет! Вы на канале Дэнни Хэлл. И сегодня я вам хочу рассказать, что мне приглянулось в этот раз в фикс прайсе. Ну что же, давайте начнем. Начнем мы, пожалуй, вот с такой вот коробки для хранения. Она идет в комплекте с крышкой. Выполнена из очень плотного пластика. Производство полимер быт. Размер 190 на 157 на 90 миллиметров на 2 литра. Стоили они 55 рублей. Это уже не первая моя покупка таких вот коробочек в фикс прайсе. Еще мне нужна была упаковочная бумага для подарка. В общем-то в фикс прайсе я бумагу также нашел. Это вот размер 70 на 100 сантиметров. Производство Китай. Вот такие вот яркие цветные перышки. Думаю, упаковать подарок в такую бумагу будет достаточно интересно. Там же я нашел вот такую вот упаковочную ленту длиной 20 метров. Вот эта вот бобинка красного цвета сделана из бумаги. Ну а по качеству посмотрим, когда также буду упаковывать подарок. Если не говорил, то вот эта вот бумага стоила мне 27 рублей. А вот эта лента 25. Еще в фикс прайсе я нашел. Вот у нас появились вот такой вот игровой набор рельсов. За 99 рублей. 27 деталей. Длина трассы для паровоза 4 метра. Чем заинтересовал мне набор рельсов? Это то, что появилась крестовина в наборе. Раньше рельсы продавались без крестовины. То есть вот такую вот трассу, которая здесь представлена, собрать было нельзя. Еще у нас появились вот такие вот 3D конструкторы. Я взял пиратский корабль и динозавр. Еще было что-то для девочек, но я не присмотрелся. В общем, здесь, я так понимаю, можно собрать вот такой вот пиратский корабль с пиратами. Акулу и лодку. Размер собранной модели 35 на 25 на 30 сантиметров. 68 деталей. Можно собрать без ножниц и клея. Внутри идет вот корабль. Какая-то небольшая история. Вот это вот сказка. Игра. Кстати, вот акула с первой картинки. В самом конце идет как раз, как данный корабль собрать. На мой взгляд, все достаточно легко и просто. И вот динозавры. Здесь 26 деталей. Размер собранной модели 49 на 17 на 22 сантиметра. Стоили они, как видите, 99 рублей. Здесь уже на первой странице идет, как собрать вот этот вот. Этот конструктор. Игра. Ну и динозавр. Выполнен достаточно качественно. Иллюстрации здесь яркие. Вот тоже история. Игра. Ну и еще динозавры. Здесь вот в конце продолжение. Инструкции по сборке. Вот если кому интересно, в этой серии есть вот такие вот еще 3D конструкторы. Давайте продолжим посмотреть, что я еще купил. Еще я приобрел вот таких вот зверей. Это вот мишка фиолетовый. С детью нашли для игры ребенка в ванной. Стоимостью 55 рублей. Качество у этих игрушек очень хорошее. Ничуть не хуже оригиналов. За более дорогую стоимость. И ребенок у меня играет с ними не только в ванной, но и так. Еще у нас появились вот такие вот наклейки с глазками. Стоили они 50 рублей. Ну и ребенок их взял и не захотел уже отдавать. Пришлось купить. Еще вот приобрел вот такую вот умную раскраску. Белка и стрелка. За 55 рублей. Здесь в комплекте идут 2 раскраски. По одной цене. По 16 страниц. Вот пчелка майя и белка и стрелка. Давайте я вам раскрою. Посмотрим, что внутри. Они все раскраски вот из этой серии упакованы. И посмотреть, как они выглядят внутри, на месте не получается. Вот такие вот раскраски. Это вот волшебная раскраска. 16.082 пчелка майя. А это 16.083. Белка и стрелка. Озорная семейка. Как видите, здесь достаточно такие большие иллюстрации для раскрашивания. Думаю, ребенку маленькому будет очень легко их раскрашивать. Какая-то небольшая история. В принципе, то же самое для белки и стрелки. Ну что, качество мне нравится. Можно брать, будь другие. Еще я взял вот такой вот альбом на 2.4 листа для рисования. Издательство Повпресс. Формат А4. Качество для альбома достаточно тоже неплохое. Стоил этот альбом 25 рублей. Обратите внимание, какие интересные, веселые собаки. Изображены на первой странице. Для цветов я взял вот такую подвязку для растений с отсекателем. Длиной 100 метров. Фирмы Green Art. Состав. Стальная проволока, ПВХ, полипропилен. В принципе, тут проволока такая же идет, как... Часто вот закручивают эти провода для техники. Здесь вот такая же. Очень удобно использовать на даче. Подвески. Еще вот приобрел вот такие шары фольгированные по 55 рублей. Остатки с 23 февраля. Вот это вот... То, что я в руках держу, это вертолет. И распаковал вам показать, это машинка. Понять, какой в пакете шарик можно... Вот именно вот... Здесь вот как раз по цвету корпуса этот вертолет. А когда был сложен... Вот он, в принципе... Это вот машина. Сейчас разверну. На мой взгляд, шар достаточно большой. И ребенку, считаю, понравится. И цена у него интересная. 55 рублей. Еще вот мне нужна была скатерть. Я ее нашел тоже в фикс прайсе. Стоит она 99 рублей. Производство России. Состав ПВХ и полиэфир. Размер 135 на 110 сантиметров. Плюс-минус 5 сантиметров. Я вот взял вот в таком сером цвете. Сердечками. Там было еще что-то более яркое. Но мне приглянулось именно вот этот. Это, кстати, скатерть с какой-то бейкой. Что такое бейка? Извиняюсь, не знаю. Может кто-то подскажет. В таком приятном сером цвете. С сердечками. Кстати, очень сильный запах колеенки. Но, думаю, со временем выветрится. Еще я вот приобрел вот такую вот игру. Деревянная рыбалка. С помощью шарика надо поймать морских обитателей. Цена 199 рублей. Выполнено это все из дерева и фанера. Давайте посмотрим, как это выглядит внутри. Внутри нас ожидают две удочки, фигурки, рыбалки, выполненные из дерева. В принципе, качество так, более-менее. Края слегка не обработанные, шершавые. Могли бы и немножко подточить. А это вот с самого поля. Видите, качество не особо высокое. Здесь уже стала отходить наклейка. Сама шершавая можно аккуратно, а ребенок может занозы посадить. В общем, на первый взгляд, я бы не рекомендовал данную покупку для детей. Качество, как видите, не особо высокое. Еще вот у нас появился вот такой вот коврик для пикника с мешком для хранения. Размера 130 на 150 сантиметров. За 199 рублей. Давайте я открою и посмотрим. В комплекте идет вот такая вот подстилка и мешок для хранения. Мне понравилось вот с такими апельсинами. Было еще что-то в синем цвете. В общем-то, качество, на мой взгляд, достаточно неплохое. Сзади она фольгирована, чтобы располагать данный коврик на землю. В состав данного коврика вспененный полиэтилен, алюминиевая фольга и полистер. В принципе, за 199 рублей достаточно неплохая покупка. Ну и еще я решил, увидел вот такой вот арахис в глазу с энсой кокосовый. Масса неттес 45 грамм. В состав арахис, рисовая мука, кукурузная мука, растительное масло, сахар, пшеничная мука, ароматизатор, соль. Да, арахис в глазури кокосовый. На самом деле, я и не посмотрел. На самом деле, это со вкусом кокоса. То есть, кокосом тут и не пахнет. Что же, давайте откроем, попробуем. Я вам покажу, как это выглядит. Вот такие вот шарики в глазури. А вкус кокоса, в общем-то, есть. Ну, взял чисто на пробу, просто интересно стало. Ну вот, все. На сегодня у меня покупки все закончились в фикс прайсе. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем всего спасибо. До новых встреч. Пока.